Итак, друзья, всех приветствую, с вами Александр. Продолжаем играть в сталкер Лос-Альфа. Я на территории завода Росток, и у нас задание найти секретную лабораторию X-14, в которой находятся документы для греха. Также я покопался в ПДА, помните сообщение нам говорил полковник Петренко, что нашел какие-то данные по стрелку. Вот это сообщение. Ну что ж, тайник выдал мне дальнейшее направление поиска. Я нашел флешку, которую группа стрелка использовала, как некий бортовой журнал. Сообщений там было немного, но это хватило, чтобы понять. В группу стрелка, кроме него самого, входило двое, Призрак и Клык. Был упомянут еще один некий общезнакомый, но входил ли он в группу неизвестно. А вот то, что он оказывал значительную помощь группе, это факт. Далее, по сообщениям Призрака, Клык погиб, когда они попали в засаду. Итак, пока имеем имя одного человека, который точно знает стрелка. Это Призрак. Наконец-то что-то конкретное. А самого стрелка, судя по переписке, действительно нужно искать в северных районах зоны. И куда ты теперь? Север. На север. Да, хорошо, с вами помню второй сон доктора. Именно там стрелок говорил, что пойдет на север. Но мы сейчас здесь, на территории завода Росток. Я решил проверить туннель. У нас появилось задание встретиться с лидером Долга. Ему может понадобиться наша помощь. Хорошо, давайте сначала проверим туннель. Я здесь заметил кого-то. Так, это ученые. Привет, сталкер. Что ты здесь делаешь? Так, а что вы тут делаете? Это строжайшая тайна. Я бы на твоем месте сходил сначала к командиру Долга в деревню. Хорошо, спасибо за подсказку. По торговле что? У него только противогаз, который стоит тысячу рублей. Так, может стоит взять его? Да, куплю я его. Мало ли. Ты кто? Что вы здесь делаете? Это строжайшая тайна. Иди к командиру Долга. У него тоже есть детектор аномалии. У нас такой же. И противогаз. Ну, давайте его возьмем для кучи. Я так думаю. Хорошо. Пойдем к лидеру Долга. Где он находится у нас? Так, у меня перегруз. 51,6. Что можно оставить? Что бы здесь оставить? Нужно посмотреть. Здесь есть вообще тайник. Не хочется бросать просто на землю. Какие-то приспособления неизвестные. Да. Похоже на тайник. Ставлю патроны к валу. Как буду возвращаться, обязательно заберу их. А то, что буду я возвращаться, это точно. Ящик с инструментами. Но он не активен. Завод Росток. Здесь мы еще не были. Так, встретиться с лидером Долга. А где он? Где-то в этой части. Хорошо, давайте пробираться. Абсолютно новая территория. Ну, по крайней мере, я не видел ни разу эту территорию. Какие-то новые объекты. Железнодорожное полотно. Нужно проверить путь. Да, вполне себе. В глазах потемнело, но ничего страшного. Вижу метку впереди. Надеюсь, это лидер Долга. Почему они здесь находятся? Тоже неизвестно. Это статисты. Ты лидер, да? По всей видимости. Привет, я пришел по вашей проблеме. Привет, сталки. Что можешь приложить? Меня сюда прислал бармен. У вас какие-то неприятности. Так и есть. Ситуёвина. Я троих бойцов потерял из лучших. На нас нападают странные мутанты. Вылезают они, скорее всего, из подземной лаборатории, что неподалеку. Мы заперли вход туда. Чем я могу вам помочь? В общем, укологи наши смешали смертоносные коктейли с отработанных газов, чтобы убить эти гады. Только не сработало. Нам до сих пор слышно, как они забывают. Кому-то придется найти противогаз и сходить туда, чтобы оценить обстановку. Я так понимаю, что именно здесь в дело вступаю я. Так ведь? Уговор такой. Берешь противогаз, заходишь туда и валишь всех тех тварей, что там спрятались. Где-то четверых. Мои ребята видели их на стройке и у нашего штаба. Верни мне ПДА троих погибших бойцов, а я уж тебя как-нибудь облагодарю. Слово долго. Откуда мне взять противогаз? Сходи в ближайший туннель к экологам. У них точно должен быть. Я тебе координаты сброшу. Хорошо, я вернусь в ПДА. Походу раньше времени все-таки я всунулся в туннель. К ученым. Придется швуровать обратно. Get the mask. Получить противогаз. А здесь должны быть ПДА. Хорошо, давайте вернемся в туннель к ученым. Так, а если выбросить и подобрать? Нет, все-таки надо возвращаться обратно. Поспешил я. Поспешил. Но здесь рядом. Пробежим по локации, посмотрим красоты. Выглядит все очень замечательно. Как я уже говорил, внешне визуально это просто... Просто очень хорошо. Но пока мне не хватает. Знаете, они сделали внешнюю картинку, но забыли... Забыли что-то добавить. Населить, скажем так, зону. И мы идем с вами от точки к точке. Может быть, что-то я пропускаю, какие-то квесты. Не знаю. Но, по-моему, ничего. Так, пришли на место. Чем могу помочь? Дмитрий долго сказал, что у вас должен быть противогаз. Да, вот. Ты тот безумец, который туда полезет. Хорошо. Да, я тот безумец, который туда полезет. Финзе 3ПДА. Так, 3ПДА. Хорошо. Давайте отправляться непосредственно на саму фабрику, на сам завод. Теперь у нас 3 противогаза. Хватит на все, чтобы там не было. Какая бы ни была загазованность на территории. В любом случае, нужно найти 3ПДА. И убить кровососов. И кровососы. Причем, это... Нужно убить их в обязательном порядке. Иначе, как я понял, не засчитается квест. И, соответственно, не будет дальнейшего развития сюжета. Да, вот вход. Мы на месте. Эка Долговец. Приполз. Это, как помните, фильмы «Проклятие». Девочка с черными волосами так ползала. Я нашел тело. Я не вижу ПДА. Чувак, это был лучший мой боец. Проверь территорию. Нужно узнать, что там произошло. Хорошо. Минус 1 кровососы. Осталось их, получается, 4. Осталось 3 ПДА и 3 кровососа. Да. Скорее всего, так. Да, огромная территория. Но, как повторюсь, как уже говорил, я больше, чем уверен, здесь пусто. Здесь нету ничего. Понимаете? Нельзя просто начать лазить по этим зданиям и что-то там найти. Да, там найдешь ящик, в котором будет аптечка и банка тушенки. Но ничего более. Ты не найдешь там, не знаю, приключений на свою жопу, скажем так. Давайте поднимемся на этаж выше. Пока тихо. Тихо. И ничего не предвещает беды. Но нам беда не нужна. Нам нужно ПДА и небольшая кучка кровососов. Или один кровосос. Не знаю, как они здесь, кучками. Не кучками. Еще выше. Почти крыша. Да, видим бойца. Проверим ящики. Пусто один улетел. Если вы слышите это, убедите. Так, стой. Я нужна убить в обязательном порядке. Иди сюда. Куда ты? Засосал. Но ему это не помогло. Итак, получается два кровососа, один ПДА. Хорошо. Продвигаемся дальше. Еще смотрим, есть метка трупа. Но, возможно, я пропустил. Она находится внизу. Вверху точно делать нечего. Или все же. Да, думаю, надо спускаться вниз. Но пролет ниже. Все-таки здесь есть еще один труп. И я думаю, как только мы поднимем с него ПДА, появится еще один кровосос. Я его пропустил, скорее всего. Да, смотрите, вот. все. Вроде все, но я пока не вижу кровососа. ПДА, Долговца. Ничего не происходит, никакой записи не идет. Нет, все-таки, смотрите, появился кровосос. И этот засосал. Так, но тебя нужно убить тоже. Да, и этот готов. Смотрите, поднимаем ПДА, появляется кровосос. Итого, два ПДА, три кровососа. Остался последний. Последний кровосос и последний ПДА. И я думаю, это будет самое трудное, потому что у нас есть противогаз и, соответственно, где-то должна быть загазованность. куда нельзя войти без противогаза. Дюйти, то есть, идите, расположение долга, я так понимаю, в этой территории должен находиться долговать с мертвой или с живой. Но, скорее всего, мертвый. Да, видите, какой-то газ по стенке. Нет, это облака, скорее всего, это не газ. Пока это еще не газ. Так, что здесь? Здесь закрыто. И тупик. Я думаю, лучшим вариантом будет подняться на крышу и смотреться сверху. Можно, конечно, и спрыгнуть, но я думаю, не стоит. Да, вижу, куда идти. и сейчас мы переберемся на соседнее здание. А соседнего здания, я думаю, нам как раз в это зловонное облако. Да, смотрите, нас начинает дамажить. Отнимается здоровье, жизненная энергия. Слушайте, ученые, да? Они смешали эту смесь, чтобы выправить. кровососов, но ничего не получилось. В итоге теряют бойцов. А кровососом это все по боку. Сейф есть какой-то. Сейф, естественно, закодирован. интересно. Никаких кодов нету здесь. Нет, это было бы слишком просто. Так, а если посмотреть в истории сообщено, здесь какие? Здесь вряд ли будут какие-то коды от сейфов. Нет, это, я думаю, бред, конечно. Хотя, хотелось бы посмотреть, что в том сейфе. Ладно, продолжаем. Нужно найти еще одна пода и убить кровососа. Противогаз вроде работает. Да, смотрите, тут труп находится. на трупе ничего нету и появляется задание убить кровососа. Или кровососов. Троих мы уже убили. Собрали все и остался, как понимаю, последний. Да, все. И вернуться к лидеру долго. Но это было довольно-таки несложно. 3 ПДА, 4 кровососа. Один из них находился в загазованном здании. Но у нас был замечательный противогаз, который совсем справился. Долго вцам и ученым осталось только разогнать эту пелену дыма и занять это помещение, как они говорили. Или он говорил, что они займут фабрику. Ладно, это их не проблемы. нам нужно выполнить задание и по основному сюжету нам нужно проникнуть в лабораторию X14. По нашему основному заданию документы в лаборатории X14 для греховцев. А если быть точнее для лидера греха Велеса. Интересно, дадут теперь долго в ценам путь в эту лабораторию или все-таки дальше будет какая-то задержка. Не все так просто. Сейчас пообщаемся с лидером долга и посмотрим. С лидером долга на этой территории. лидер у них генерал Воронин. Но генерал Воронин пока отсиживается в баре. Так, у тебя ничего не появилось, поэтому бежим к местному лидеру долга. Да, территория совершенно новая. Раскиданы здания совершенно по-другому. Не скажу, хаотично, но очень интересно. Привет, я по вашей проблеме. Принес ПДА, убил мутантов. Все мутанты мертвы. Вот ПДА твоих людей. Благодарю тебе. Теперь можешь спокойно вернуться в свой штаб. Газы сейчас мы отфильтруем. Итак, чем можно тебя отблагодарить. говорил, что под землей заперты твари. В общем, да, это закрытая зона и мы считаем, что именно под землей находится или находилось логово этих мутантов. ты знаешь. Так, давай, если туда спустишь и зачистишь, то я не буду задавать вопросы и закрою на это глаза. По рукам годится. Отключите у кого? Нашего лидера, у Петренко. Если он тебе нужен, тебе придется встретиться с ним в баре. Я отправлю ему сообщение, скажу, чтобы ждал тебя. Спасибо, до встречи. Вот так вот, друзья, придется возвращаться в бар. Ключ находится у Петренко. Придется делать большой круг. Возможно, надо было сначала идти на росток, а потом в бар отдавать документы. И это моя ошибка. Так что придется возвращаться. Но я думаю, это мы сделаем в следующей серии. А с вами был Александр. Всем спасибо. Всем пока.